привет вас очень такое забавное видео где подсказал депутат госдумы знаете ну так случайно услышал и выступление вот можно выяснить сказать четко слушал очень много смеялся и не только я тоже ржали я думаю что он сам внутри ну как бы говорил кешь там серьезно но скорее всего он понимал что он просто ну троллит шутит глупость говорит не поймите с точки зрения тупого пиара для скажем а так примитивных давайте так примитивных российских обывателей и меня российского на украину это не работает российским это сработает но сразу ну поймите в любом обществе всегда есть такие фрики какие изгои и бомжи да 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 вот они это слышали знаешь человек сидит нищете ну действительно ну там перебивается когда такое слышит батюшки родные ну это шутка конечно сейчас объясню что сказал депутат воздума то есть человек постоянно и власть оказывается ну щас вы наверно знаете в европе все замерзает ужасно магазины пусты туалет на бумаге нету нищета какая нищета ну великобритания там вообще все самое ужасно там люди выписайте там люди уже с голоду умирают кушать нечего бензин дорогой все холодно все дорого ужас поэтому нету действительно слова депутата воздума меньше очень поэтому вот он уверен тоже точно знаю точно знать очень-очень многие жители сша противоте которые ты мигранты которые уехали с россии очень хотят вернуться в россии очень ужасно то есть они просто не потому что не ой я забыл сказать сейчас мире мире сша уже все там хана европа уже развалилась самая успешная страна в мире опять же немыслово самая успешная самое удобное для жизни сами замечательно где самая шикарная зарплата самые хорошие цены как самый хороший слой не не китай россия 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 по этой причине вот жители америки просто хотят ломануть в россию поэтому надо подготовить какой-то законопроект то такой чтобы не ломанули сильно завалит россии забегут это американцы глупо да не советском судье то же самое почему решили россия полный клон ссср тогда тоже совсем очень любили показывать на рождество там каких-то замерзающих бомжей вот американцы не себе позволят на рождество бред как любили показывать там люди сели замызкой супа наркошка они такие любили и тоже рассказывали что вот американцы мечтают за него не завидуют советским людям которые празднуют новый год сыты довольны стоя в очередях за дрипан куском мяса и за банкой горошек это все конечно смешно сейчас смешно представить ставить очередь чтобы купить банку майонеза или консервированного горошка можете представить все это нормально или масс вообще с маслом напряг был и на новый год хотели хоть трошку рвать нужно маргарин же был и до очереди сумасшедшие и по этой причине действительно советскому это скарбливали очень очень плохо в сша в европе знаменитый советский анекдот но это уже люди потом прорезают там понимаете очень часто решет запад загниваешь все все развалилась там ужасно кошмар и вот советский говорит зараза загнивает напахнет хорошо ну или дурой анекдот загнивает гад этот запад ох хочется там погныть вместе с ним ну все же понимали что то уж и сейчас научная ситуация не знаю для кого не я говорю что есть какая-то прослойка людей россии ну да в украине наверно может тоже снова полнейшие даже не знаю как назвать там ну изгоя из изгоя что но шульбой более-менее человек который ну тебя бы интернетом пользуется конечно знает что уровень жизни в эстонии на порядок выше чем россии и колоссальное количество граждан россии мечтают получить гражданство из студии практически невозможно сразу есть целые такие полуоферные схемы как это очень сложно архи сложно но мечтает ужасно понимаете для любого жителя россии свалить на тот загнивающий запад вот ужасный европы это мечта с мечтой а вы не верить ну вы время от времени читаете новость что там жена твой ледро сенатора депутат госдумы гражданка сша дети гражданка великобритании любовница гражданка франции домик у него за границей не не в россии в россии тоже счета за границей все за границей ах там так плохо ах так плохо ребята все просто понимаешь что россия это мировые сгоди жаль страну такую страну не что она просто вот она действительно разваливается прям понятное слово ну как ссср 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 же тоже не так что она не развивается потому что вот эти постоянные давание щек вот эти разворы типа вот сейчас америка развалится всем к нам прибегут как это все примитивно по этой причине действительно я понимаю жителей россии молодых которые это смотрят в чем разница украины украине есть разные мнения и даже если в данном случае при свече власти вот такую чушь сморозит ну там его что называется вдоль и фост и грил подпочини такие глупости просто не говорят абсолютно не там-то говорят другие глупости в россии я честно говоря я им открыто говорю ребята вы что действительно думаете что жители все такие глупые то перестань интернет же есть лишь происходно видят как же мало того очень многие жители россии ну ладно сейчас карантин летали в ту же европу виде того что ребята там уровень же на порядок круче есть проблем ребята есть вот и затоплением с тарифом это все есть нет никто не тратит все есть и цены на бензин тоже все это вы понимаете если сравнить жизнь обычно жителя россии жителя не ну конечно начнете сравнивать например котку взять ну болгарии наверно не румынию да ну конечно там слабее слабее спорить не на румынии действительно не супер страна венове например ну тоже там слабовато а словаки просто не сравнивать просто не сравнивать вот берешь зарплату считаешь по прийти эту так-то словаки значительно выше чем россии в украине тоже не спорю у нас еще это есть но поставляете россия страна которая вот за год зарабатывает на нефтью 200 300 миллиардов долларов такая нищета слабки не зарабатывает зарплата выше ну как как вот как это объяснить а где же надеваются они на развитие какое развитие ребята какое развитие чего смартфоны че помните российские этот самый пытались сделать этот мобильник а где кружок вместе паржом до сколько ой-ой-ой-ой-ой-ой а ракет величайшие руки прекращать эти чушности это все не серьезно абсолютно мир вещь такая простая и на сегодняшний момент действительно люди более образованы более сообразительные и даже такие забавные вещи воспринимает думать почему сша так сложно получить гражданство все американцы хотят убежать жить в россии ну а вы что ваши другие я судьба